Говорят, что армия превращает мальчиков в настоящих мужчин. Но получается это явно не всегда. Смотришь на некоторых и понимаешь, что было бы не лишне их превратить хоть во что-нибудь приличное. Вообще, в армии могут научить множеству полезных вещей. Например, не опаздывать. Не успел одеться за 45 секунд? Пеняй на себя. Будешь на плацу принимать воздушные ванны в трусах и тапочках. Бойцу не бывает холодно, максимум свежо. Иногда свежо до посинения. На этой фотографии изображен процесс эволюции человека от призывника обыкновенного до настоящего офицера. Путь этот очень нелегок. Каждому солдату придется постигнуть множество тайных знаний. Привет! С вами канал Фактория. Одним из позабытых искусств, обязательных для изучения, является наматывание портянок. Согласно древней легенде, тот, кто сумеет постигнуть эту тайну, сможет всю оставшуюся жизнь обходиться без носок. Еще придется научиться спать в любых местах и позах. Сидя, лежа, стоя, в подвешенном состоянии. Это уже мелочи. Главное — научиться засыпать за 10 секунд. Те, кто не успел научиться засыпать мгновенно, смогут отоспаться на изучении воинского устава. А те, кто достиг вершин этого мастерства, умеют еще и не палить себя храпом. А вот если за сладким сном на занятиях вас все-таки поймают, то изучение устава заиграет новыми красками. Согласно местным поверьям, он гораздо лучше врезается в память, если его заучивать, отжимаясь в бушлате и противогазе. Можете сами проверить эту теорию, когда вам потребуется что-нибудь выучить. Вот чего в армии точно не требуется, так это блистать интеллектом. Даже если вы вдруг не знаете, как называются предметы вокруг, для вас их специально подпишут, прямо как в детском садике, чтобы никто не запутался. Не переживайте, даже если не знаете, для чего нужен противогаз и сколько штук нужно надевать на голову. Это не станет помехой для службы в вооруженных силах. Впрочем, судя по этому объявлению, даже получение офицерского звания не гарантирует повышение уровня IQ. Однако обратите внимание, какая забота о самых непонятливых. Может, шибко умных в армии и не любят, а вот сообразительных уважают. Додуматься сделать трехметровую селфи-палку из подручных средств, чтобы получилось нормальное групповое фото, тут действительно нужно уметь мозгами пошевелить. Бывалые утверждают, что в армии даже кормят, некоторые даже утверждают, что едой. Впрочем, наглядных доказательств этому не имеется, поэтому просто поверим на слово, что это съедобно. Но все-таки большую часть времени в армии отводят для различных учений и тренировок. Но вы ведь помните, что про интеллект новобранцев никто иллюзий не строит, поэтому когда говорят, что сейчас раздадут стволы, действительно раздают стволы. От ближайших сосен. Боеприпасы с успехом заменяют кирпичами. Ну а что, вот попробуйте доказать, что кирпич — это не боеприпас. Особенно попробуйте доказать это кирпичу, когда он летит вам навстречу. Поговаривают, что в армии можно увидеть даже танк. Если сильно повезет, то даже настоящий. Но чаще удается увидеть что-то вроде вот такого сооружения. Ой, а у вас танк сдулся. Ну что, вы никогда раньше надувного танка не видели в самом-то деле? Или вы думали, что на учениях исключительно настоящую технику используют? А вот вам зимний вариант боевой техники. Ну как, по-вашему, в армии должны выглядеть сугробы? Как бесформенные кучи снега, что ли? Нет, это было бы слишком просто. Кстати, с остальной военной техникой примерно такая же история. И надувные машины могут развернуть при необходимости. И скажите еще спасибо, если найдется насос, чтобы их надуть. В снежную зиму территория воинской части и вовсе превращается в выставку военного транспорта разных времен. Сразу видно, что детишкам было весело во время уборки территории. Некоторые, правда, изредка вспоминают, что где-то там, на гражданке, живут странные мифические создания под названием девушки. Чтобы не забыть, как они выглядят, их тоже лепят из снега. А те девушки, которые дождутся своих парней из армии, рискуют получить весьма оригинальные сувениры. Ну кто еще может похвастаться камуфляжной розочкой, а? Узнать, что такое настоящий порядок, вам, скорее всего, впервые доведется именно в армии. Поскольку больше нигде вам не придет в голову выравнивать подушки на кроватях по струнке. Зато там вы можете овладеть великим искусством маскировки, позволяющим, опять-таки, выспаться в любой ситуации. Если вы не понаслышке знаете, что такое армейские будни, делитесь своими фотографиями по ссылкам в описании. Кстати, от забывчивости в армии тоже лечат. Там есть уникальная методика. Забыл взять с собой фляжку? Ну ничего страшного, походишь денек с пятилитровой бутылью на поясе. Зато в следующий раз фляжку ты возьмешь раньше, чем наденешь штаны. Учат в армии и боевым искусством. Куда ж без этого? Вот вам знаменитая сонная кунг-фу, главной задачей которого является вовремя услышать приближение врага, чтобы успеть проснуться. Разумеется, ведутся и тренировки работы с чистой силой. В наставниках опытные мастера, джедаи из далекой-далекой галактики. С дежурными по кухне лучше вообще не связываться. Страшные люди. Как только такой берсерк с поварешкой или сковородкой показывается на горизонте, вражеская армия срочно решает, что ей хочется домой. Про воздушно-космические силы слышали? Уже нарисовали себе в голове картинку с суперсовременными истребителями и ракетами? Ну что ж, знакомьтесь с суперсовременной техникой, которую вам точно придется освоить. Как видите, учебные полеты проводятся в любое время года и в любую погоду, потому что мастерское владение метлой пригодится абсолютно в любых войсках. В свободное от тренировочных полетов время метлами, ой, ну то есть летательными аппаратами подметают лужи. Ну это тоже древняя армейская забава, лужи подметать. Можете попробовать как-нибудь на досуге. Есть еще продвинутая версия — боевой тактический веник. Но его доверяют только офицерам, и то не всем. А что прикажете делать, если плац должен быть настолько чистым, чтобы на него даже наступать было страшно? Честное слово, лучше научиться летать, чем там натоптать. И, кстати, левитацию солдаты успешно осваивают. Немалую часть времени занимают и хозяйственные хлопоты. Например, бойцы умеют прекрасно самоукладываться в шкафы. Быстро, компактно и удобно для транспортировки. Так происходит укладка новых дорог. Вы себе даже представить не можете, сколько дорожной техники могут заменить всего лишь трое служащих при правильной мотивации. А этим ребятам повезло больше — им выдали каток. Вы никогда не задумывались, что каток от слова «катить»? Заметьте, не ехать, а именно катить. Вот его и катят. Вручную. Вообще, такой способ передвижения техники довольно распространен, потому что накормить солдат гораздо выгоднее, чем заправлять технику. Картину «Бурлаки на Волге видели» — вот вам современная интерпретация. Впрочем, хорошо еще, когда техника есть, потому что когда ее нет, на службу начинают призывать животных. Так что конем, укутанным в броню, никого не удивишь. Без собак в армии вообще никуда. Они не просто несут службу наравне со всеми, но еще и отлынивают от нее тоже наравне со всеми. Пес спит, а служба идет. То же самое можно сказать и о солдатах. Поспать вместо работы — это святое. Главное, чтобы никто не нагрянул с проверкой в такой деликатный момент. Основная проблема в том, что за любую провинность в армии придется расплачиваться. Причем в лучшем случае тебе одному. А фантазия офицерского состава в плане придумывания наказаний дает представление о бесконечности. Вот только посмотрите на это объявление. Минздрав десятилетиями пугать никого напугать не может. А здесь с помощью простого листа А4 избавили всех от вредной привычки. Но разве не гениально? Вы спросите, неужели в армии все настолько печально? Конечно же нет. Там тоже случаются праздники. Например, иногда бойцам удается выспаться. А иногда бывают культурные мероприятия. И только попробуйте возразить, что коллективный просмотр Спанч Боба — не культурное мероприятие. Там же из мальчиков мужчин делают, вы еще не забыли? Вот, пока не возмужали, приходится баловать мультиками. Впрочем, случается иногда и самодеятельность. Утренники в детском саду, помните? Ну, вот примерно так же, только детишки побольше. Да во время службы можно даже в боулинг поиграть. Что, не верите? А зря! Всего лишь десяток морковок вместо кегль и вилок капусты вместо шара решают проблему досуга. Ближе к хансу службы все понемногу втягиваются в процесс. Начинают мечтать получить какую-нибудь медаль или даже орден. Чем больше, тем лучше. Многие успевают искренне полюбить свой род войск, что приводит к странным прическам и даже к татуировкам. А заканчивается все это грандиозным парадом любителей кружка Макраме, где молодые бойцы внезапно вспоминают, что их в детстве мама научила шить, поэтому они начинают пришивать на свою форму все, что смогли раздобыть. Результаты порой превосходят самые смелые ожидания. Генералы обзавидуются! А пока на этом все. Вольно! Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Разойдись по ссылкам в описании.